Микс Ньюс Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Еще раз продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас известный эксперт в Питере Института Будущего Латвии Норман Гростинич. Добрый день. Добрый день. Вот так вот сегодня мы констатировали до эфира. Норман специально посмотрел. 90 лет тому назад Аристид Бриан высказал идею. Именно в этот день, 5 сентября, высказал идею Единой Европы. Ну, не знаю, насколько мы сегодня живем. Вот в этой единой Европе. Судя по тем событиям, которые происходят в Великобритании, уже, видимо, не совсем. Там, я так понимаю, очередной политический кризис на фоне Брексита. Палата представителей выступила в большинстве своем против инициатив господина Джонсона и даже против его попытки назначить на 15 октября неочередные выборы. Действительно, есть у нас Единая Европа. Де-факто. Де-юре вроде бы на бумаге есть. 28 стран, но вот как в действительности? Ну, как мы сами понимаем, де-юре действительно это у нас есть. То есть, мы получаем 80% законодательства от Брюсселя, единого, значит, европейского правового пространства. Это касается и Великобритании, и любой другой страны Евросоюза. А на деле, вот влияние на это законодательство, последствия, значит, этого применения для разных стран очень разные. То есть, есть, само собой, богатые и богатейшие страны, и есть бедные и такие, которые становятся еще беднее. Притом, значит, понятно, что в этом немаленьком европейском пространстве, 500 миллионов человек, место под солнцем очень сильно зависит от готовности и умения отстаивать свои интересы. И от, скажем, захваченных позиций по ходу этого отстаивания. Как мы, значит, знаем, сейчас получилось у нас в Латвии такой казус, что латвийские евродепутаты в Европейском парламенте попали в такие старые группы, влияние которых сильно уменьшилось. То есть, если раньше, скажем, правящее большинство Европейского парламента составляли Европейской народной партии, группы там, где Валдос Домбровский, Александр Калны, это плюс согласие, значит, ну, СД, социал-демократ, согласие, значит, ну, там, где сейчас Ушаков и Америкс. То есть, Калны, это Ушаков и Америкс, раньше, значит, они бы вдвоем эти две группы управляли, и они это делали. А сейчас им еще пришлось туда пустить либералов, значит, которые тоже меньше, значит, но, соответственно, значит, у них уже, как я и обещал, до выборов, архитектура власти сильно изменилась. Значит, и что интересно, в результате, что мы вот там, вот там мы видим настоящее лицо латвийской политики, потому что раньше как-то не обращали внимания, что, значит, те, кто в группе СД, так же, как, само собой, Калны, это и, скажем, там, Домбровский, или Шадурский, но также и Ушаков, и Америкс, они тоже голосуют за санкции против России. И вот сейчас получилось, что те, кто проголосовали за согласие, проголосовали также за антироссийские санкции, которые там, в Европарламенте, поддерживают Нил Ушаков. Чётко. Значит, и мы об этом предупреждали, значит, что эти две группы, они, правящая большинство давным-давно, и вся вот эта, в том числе, антироссийская политика, проводится совместно, значит, единством и согласием там на уровне Европейского парламента. Значит, вот это факт. Значит, этот факт, ну, широкая публика малоизвестен, но вот такие тонкости европейской политики есть. И, конечно, с такой, значит, политикой, которая влияет на нашу экономику, санкции-то влияют на нашу экономику, мы находимся у границы, конечно, значит, ну, мы, мягко говоря, не используем те возможности отстаивания своих интересов, которые есть, потому что, скажем, другие страны, Италия, там, Чехия, Польша, Венгрия, они гораздо эффективнее всё это делают. Ну, и привожу следующий пример, скажем, вот им тоже трудно. Вот берём чисто практический, прям медицинский пример. Значит, сейчас получается, что, значит, любые стандарты медикаментов, лечения и так далее, значит, у нас едины для всего европейского пространства. И что мы видим на практике, значит, что если в какой-то соседней стране или не соседней, скажем, в Америке или в Беларуси появилась какая-то новая возможность лечить какое-то заболевание, то очень не факт, что это будет, значит, перенято на европейском пространстве, что это будет допущено на европейском пространстве. Привожу, опять же, пример. Есть такое очень серьёзное женское заболевание, от которого страдает по статистике 10%, это эндометрия, энтометриоз, значит, это серьёзные последствия бесплодия, в том числе, значит, и у нас в Европе, и в Латвии, и во всей Европе, значит, разрешено это лечить или хирургически, или, значит, очень серьёзным гормональным, а в соседней Беларуси уже 5 лет это лечит тремя, значит, турами по 10 уколов. И, значит, никто, кто этим лечился 5 лет, значит, уже хирургически не понадобилось ему идти на операцию. А у нас, значит, не, понятно, что, значит, кто-то может лечиться, пожелать лечиться по европейским хирургическим стандартам, кто-то хочет укол получить. У ПК-мири есть выбор. Но выбор должен быть, значит, информация должна быть, а у нас этого нет. То есть, у нас 5 лет просто вот наша медицинская система, как и, впрочем, германская или венгерская, отправляет, значит, людей на операции или на гормональную терапию, значит, вместо того, чтобы проинформировать, что Беларусь вот есть такое. И поэтому, значит, на практике это получается, что надо заниматься медицинским туризмом. Если кого-то хотят отправить на операцию, пожалуйста, я скажу, значит, куда обратиться в Беларусь, спасу человека, да, и был бы очень рад, что пару лет назад знать бы уже это, да, я бы спас одного человека от операции, сильно переживаю, к сожалению, по этому поводу. Европейская в этой регуляции, значит, ограничение, которое нам навязали. То есть у нас руки не свободны. Да, есть плюсы, скажем, нам не дают совсем уже, значит, упасть ниже какого-то стандарта. Если у нас, скажем, больница, то да, там будет, значит, кровать, там будет матрас, там будет простыня, значит, ну, какие-то там определенные, значит, даже стандарты вентиляции, это хорошо. А вот там, где начинается уже медицинский бизнес, там может получить, что интерес человека уже, скажем, на втором месте после интереса у крупных германских фармацевтических концернов, да и скорость, это европейская бюрократия, там, значит, 20 лет сюда-туда, вот так, да, а человеку наличиться надо сейчас. Через 20 лет уже будет вполне 30, 50 лет, да, рожать будет поздно. Сказали, однозначно при том, да, и поэтому вот от этого, от этих решений, значит, от того, насколько эффективно мы тут работаем по защите своих интересов, зависят совершенно конкретно судьбы конкретных людей. И порой зависят очень серьезно. Вот это проблема с этими большими бюрократиями. Поэтому, вот скажем, Латвия, как независимая страна, она бы сказала, так, ну, Беларуси 5 лет все хорошо, но давай мы тоже перенимаем этот стандарт. Какие проблемы, значит, посмотрели, за неделю приняли. А в Евросоюзе за неделю не получится, да, там есть лоббисты, там есть то, это, департаменты, комиссии, значит, там за 5 лет не получится, да, не то, что за неделю. Так и живем. Да. Вот еще такой вопрос, который я хотел задать. Все-таки Европейский Союз без Великобритании будет другим, или вот есть такая версия, что это проблема Великобритании, что Европейский Союз без этой страны обойдется, поскольку Великобритания и так была одной ногой вне Европейского Союза, к Шенгену не присоединялись, к Евро не присоединялись и так далее, и так далее. То есть, в принципе, во-первых, никакой драмы в этом нет. На похожих условиях в европейском пространстве единоэкономической европейской зоне находится, например, Норвегия, которая прекрасно взаимодействует с Европейским Союзом. Швейцария. Тоже, да. Так что, в принципе, никаких Исландии тоже где-то рядом по той же системе. Никакой такой драмы в этом нет. И я, наверное, единственный эксперт в Латвии, который, когда все уже годами говорят, что сейчас выйдут, сейчас не будут платить членский взнос, сейчас уменьшится там еврофинансирование. Я, во-первых, объяснял, что Европейский Центральный Банк порой, когда был финансовый кризис, там надо было стабилизовать евро, он печатал в 6 раз больше в месяц, чем Великобритания платит в год евро. То есть, в принципе, за неделю Европейский Центральный Банк напечатает членский годовой взнос в Великобритании, и никто этого даже не заметит. Ну, правда, мы немножко заметим, что опять подросла инфляция, но она и так растет, потому что евро все равно постоянно печатается. То есть, были годы, когда 90 миллиардов в месяц выпускали в оборот, потом 60, потом 30, и выпустят еще, потому что в принципе, проблема опять на подходе. Но, значит, второй пункт, который я говорил, что очень не факт, что Великобритания выйдет, потому что посмотрите на соотношение сил. Во-первых, значит, Брюссель, вся вот эта брюссельская бюрократия, она работает день и ночь, чтобы она осталась. Это все-таки ресурс, это рынок и так далее. Потом, в самой Великобритании есть, значит, половина стеблшмента примерно, ну, что и показал результат предыдущего референдума, ну, почти половина хочет остаться. Там и народы, население, значит, и вот разных корпораций, там, элиты. И, значит, небольшое, большинство было там, значит, в 16-м году, который, значит, все-таки выступал за выход. И сейчас вот получается, что вот эта половина британская элита, половина населения примерно, им противостоит вторая половина там, да еще весь Брюссель с огромным материальным ресурсом. То есть, выйти у них будет, значит, не так много шансов. И до сих пор, я думаю, что наиболее вероятный сценарий это не Брексит, а именно повторный референдум. Вот это был бы мой такой вот прогноз, исходя из вероятности. А тут, да, я помню, как было, когда вот эта избирательная кампания в мае шла на Европейский парламент, там был целый ряд экспертов, там, смелтанцы этого регионального и так далее, которые говорят, будет Хард Брексит и будет в апреле. Ну, не было Хард Брексит в апреле, ну и подобные, там Новый Консерватор тоже самое говорили. То есть, все там, значит, думают, что то, что пишут, там, показывают по телевизору, пишут в газетах, что это вот сейчас все так и будет. Это заявление, это торговля. То есть, Джонсон торгуется, значит, даже, значит, если он сейчас ведет себя агрессивно, это как минимум для того, чтобы получить хорошие условия выхода или чтобы получить даже лучше просто условия членства. Тоже не исключен сценарий. В Италии, кстати, произошел только что интереснейший инцидент, смена правящей коалиции, которая была как бы спровоцирована действующим премьером, который довел до белого колени и своего партнера из Северной Лиги, из Лиги, значит, Сальвини, министр внутренний недел, который заявил, что он из коалиции выходит и надо проводить новый парламентский выбор. Хотя было очевидно, что это совсем необязательно, как то и оказалось. И на поверхности, да, получается, что он такой эмоциональный итальянец там вылетел из коалиции, министр, но он это не сделал, да, вообще ничего не понимая, что делать, что-то говорит, потом вылетает. Но это совсем не такой парень, да, то есть он очень опытный политик, он очень популярный в Италии политик. Попытки представить, что он вообще случайно мимо проходил, да, но это же не серьезно. И случайно что-то сказал, значит, и случайно распал с коалицией, знаете, ну, конечно, так в газетах пишут, значит, и так все, наверное, кто-нибудь там не смотрит за ситуацией, так, наверное, и думают. Но есть один тонкий нюанс, что Италия, итальянская экономика, она все-таки под большим вопросом, значит, как мы видим, вся экономика Евросоюза под большим вопросом, и даже мировая, то есть очень много сигналов о том, что замедляется и латвийская экономика, и то, и это. И существует одна гипотеза, что Сальвиной просто понял, что через несколько месяцев будет очень нехорошая ситуация в итальянской экономике, и он решил, что пусть за это ответят правящие. Значит, а он пока будет обиженным. Тоже вариант, да. Еще один вопрос, которого хотел, не мог бы не затронуть, он не связан с Европейским Союзом, он связан с такой организацией, как Совет Европы и Павловенская Ассамблея Совета Европы завтра в Риге собираются на совещание вот те делегаты из стран ПАСЭ, которые были категорически против восстановления полномочий российской делегации. Они завтра собираются, Ринкевич их уже приветствует, и они будут обсуждать, что же теперь делать в этой ситуации. Сначала были идеи, может быть, вообще Латвии, Литве, Эстонии, Швеции, Дании, вот этим представителям ПАСЭ барькотировать организацию ПАСЭ. Сейчас, видимо, они будут договариваться, не знаю, о каком-то коллективном протесте, о попытке опротестовать возвращение российской делегации полномочий. Что вы по этому поводу думаете? Я так понимаю, что те страны, которые поддержали возвращение российской делегации в ПАСЭ, ну, в том числе и делегации Германии, одна из многочисленных, считают, что диалог, в любом случае, это лучше, чем вот санкции и монолог. Ну вот, тут опять интересно, что партия Согласия, наверное, пойдет тогда Кренкевич на совещание, потому что, если Ушахов голосует за санкции против России, значит, были там и от делегатов Согласия на Совете Европы похожие голосования и раньше, которым даже было сначала русский избиратель не верил. Но, возможно, они тут в Риге не пойдут, но те, кто приехали, это совершенно маргинальные слои, потому что надо вспомнить все-таки, ну, даже вот прямо на этой неделе Макрон, который сказал очень четко, значит, что любые санкции против России, значит, толкают просто Россию в объятие Китая и, значит, Европе это невыгодно и надо, значит, предложить реальную стратегию, значит, хороших прагматичных отношений, значит, с Россией. То есть, это полный мейнстрим, при том, значит, про то, что санкции толкают Россию, значит, отделяют от Европы, значит, это нам невыгодно. Я это десятки раз повторял во время избирательной кампании, значит, это действительно уже даже не какое-то там мнение евроскептиков там или меньшинства, это абсолютный мейнстрим европейской политики, а те, кто, значит, пытаются Россию изолировать или сами от нее изолироваться, они просто еще не доросли до уровня Макрона, там, германская политика и так далее. То есть это маргиналы, которые, значит, к сожалению, в Латвии у власти и здесь, значит, будет, да, к сожалению, такое мероприятие политического туризма, но они могут протестовать, могут не протестовать, договоренность, значит, крупные страны достигли и надо же понимать, что все-таки в Европе очень много вопросов решается большинством голосов, а большинство голосов совсем не у Латвии, а у стран покрупнее. Нравится нам или нет, но такова реальность, да. Да, и, значит, очень многие вещи, значит, латвийская политика как-то не учитывает, то есть она устарела. То есть это, действительно, латвийская политика это политика даже не вчерашнего позже, вчерашнего дня во многом, и она не использует те возможности, которые были бы, если бы она шла бы хотя бы в ногу с Макроном или там с германской, значит, политикой. То есть тут идут протесты, скажем, против европейской армии, значит, которая продвигает Германию. А зачем протестовать? То есть надо включаться, значит, надо восстанавливать промышленность, разрушенную за 30 лет, демографию надо спасать. Вот, кстати, значит, обратил внимание, значит, наш латышский ведущий, наверное, демограф, демограф, Меш, прямо сегодня опубликовал, ну, такое мнение, интервью с ним было, и точная цитата его такая, значит, что эти 30 лет были годами добровольного самоуничтожения латышской нации. И это абсолютная правда. То есть 30 лет, значит, вот эта правящая маргинальная верхушка, она прямо уничтожала, значит, в том числе и этнических латышей, да и вообще выгоняла, значит, жителей из страны и выгнала практически уже половину, то есть или уничтожил, или выгнал, значит, половину населения за отчетные периоды. Потом, значит, говорят такие оправдания, что, знаете, в странах с высоким там уровнем образования, ну, там, наверное, рождаемость меньше и подобные, вот такие вещи, скажем, но посмотрите на Беларусь, она рядом. Да. Не говоря о том, что, вот я только что говорил, что медицина там лечит уколами, что у нас хирургия в Евросоюзе, то есть это разные эпохи уже получается во многом, значит, успешно притом лечит Беларусь, значит, зубы там очень хорошо лечатся, и цены ниже, и так далее, техника современная, то есть, это нас, кстати, медицинский туризм нас в чем-то тут спасает от нашей латвийской политики, но если посмотреть на вот имен латвийской, то, что делает верхушка, то они обыгощались, значит, и поставили страну на грань абсолютного банкротства, даже при том, что вот сейчас деньги собрали, немало в бюджете, но видно, что это тратится уже на оплату процентов по внешнему долгу, на погашение разных задолженностей, значит, и на развитие, на демографии вообще серьезных, значит, шагов никаких не планируется, при том даже в трехгодичной перспективе, не то, что вот сейчас, то есть видно, что эти ребята, они сильно, значит, ну или заигрались, или вообще не понимая, что происходит, да, к сожалению, потому что, значит, власти все-таки иностранцы, значит, власти оба, и президент, и премьер-министр, они приезжие, значит, и они, ну, скажем, Каринч у меня на глазах два раза продемонстрировал, ну, просто безответственность, то есть, один раз я с ним был на прямом эфире у Домбурса перед чуть ли не первым или вторым там европейскими парламентским выбором, и тогда был вопрос, значит, в пятом году примерно, 14 лет назад, значит, 14 лет тому назад, как в это время. Да, Каринч заявил на всю Латвию, значит, сидел в студии со мной премьер-министр будущий и заявил, что партия Единства, которую он представлял, поддержит референдум по поводу европейской конституции, как Игорь Ростынч. То есть, значит, Каринч и Горостынч поддержат референдум за европейской конституцией. Как мы знаем, такой референдум состоялся во Франции, в Нидерландах. Значит, это был очень эффективный механизм, как отстоять свои интересы. Благодаря этому референдуму, например, Франция смогла отстоять у себя здание Европарламента второй в Страсбурге, получить там разные скидки по налогам и так далее, и так далее. Значит, Каринч это обещал и не сделал. И когда я ему это напомнил, он сказал, что обстоятельства изменились. Извините, то есть, обещание не в силе. То есть, и второй, значит, эпизод, когда он был министром экономики, значит, он написал приказ о назначении человека в Энспилс работать, но забыл туда добавить персональный код. В Энспилс не взяла этого человека, потом последовал суд, который стоил латвийскому государству порядка 10 тысяч евро. И все из-за ошибки господина Каринча. И был проигран. И потом, значит, Лембергсон, такой веселый человек, он предложил Каринч возместить латвийскому государству тот ущерб, который, значит, его безграмотные действия нанесли. Вы думаете, он возместил? Или у него доходы не позволяют это сделать? То есть, он не собирается. Он решил 10 тысяч не тратить. Да, значит, он даже продал это бывшее кино пионер, значит, его семья, который потом был ночным клубом. Но, тем не менее, все равно, значит, не возместил 10 тысяч, которые сам, ущерба, которые сам лично, значит, своим решением некачественным приказом причинил. Вы уже упомянули господина Каринча, премьер-министра, вот сейчас мы наблюдаем интересную картину, когда коалиция, правящая во главе с господином Каринчем, говорит, не, нет, да, в законе, конечно, было написано, что мы должны повысить зарплату учителя, медикам, но у нас нет денег. Мы не будем выполнять требования закона, но ведь это крайне неблагоприятный сигнал всем остальным обществом. Если правительство говорит о том, что лозунг один закон, один для всех, который висит в зале заседания Кабинета Министов, не действует, но что тогда хотеть от простых жителей Латвии? Они говорят, ну что ж, раз правительство не выполняет закона, мы тоже не будем. Ну, это очень двойной стандарт, это очень нехорошо, потому что, значит, закон все-таки должны действительно выполнять все, значит, если такой сигнал дает правительство, то это подрывает его, во-первых, легитимность, потому что правительство, которое не выполняет законы, это уже, ну, тут мне, как христианскому, скажем, политику, я даже вспомнил такой цитат, как престолы беззаконья, да, которые, значит, теряют поддержку, там, и население, да, и любых, значит, сил, и свиши, и просто, значит, избирателей, то есть, значит, власть должна соблюдать закон, и, значит, народ должен быть уверен, что этот закон будет справедлив, и что он будет соблюдаться, иначе, значит, эта власть уже теряет и авторитет, и даже просто легитимность. Да, вот, возвращаясь вот к теме санкций и бойкотов в отношении России, я так помню, что вы, Норманд, в июле, да, месяц тому назад были на интересной конференции в Москве, да, вот, большая международная парламентская конференция, которую даже президент России Путин приветствовал. Я так понимаю, что там никаких, если так можно сказать, следов и признаков бойкота или изоляции России мы не наблюдали, да? Ну, если, значит, там было 140 стран представлено на депутатском уровне, значит, там были эксперты, хотя из Латвии их было очень немного, буквально там 2-3 человека, значит, из Латвии как раз была очень слабо представлена, но там были даже где-то около 40 руководителей парламентов из всех континентов, поэтому было, конечно, очень полезно посмотреть, значит, и на руководство России, значит, лично, потому что, ну, по телевизору это все так одно, значит, в жизни видеть Путина, Лаврова, значит, руководство Госдумы это несколько другое, другое, да, потому что, ну, как говорится, по телевизору не все показывают, значит, но все-таки во многом можно судить, когда видно то, что происходит и в куларах, и, значит, если вникнуть и то, что говорится, и между строк, поэтому этот, конечно, опыт был в июле крайне полезен и применим, конечно, как в европейской политике, так и для оценки, значит, наших дальнейших местных возможностей, значит, что интересно, что действительно речь о изоляции России это уже вчерашний день даже в Евросоюзе, то есть, значит, это и как возврат и Совета Европы, так и, значит, все больше разговоры о том, что пригласить обратно и группу ГА8, ведущих восьми, значит, стран на планете, это совершенно конкретные переговоры и с Трампом, и с Японией, и так далее, то есть, это, значит, вещи, которые происходят и, значит, сопротивляться этому смешно, значит, ну, даже не смешно, потому что мы сделаем в Ушчер латвийским экономическим интересам, то есть, наше место у границы, значит, дает нам преимущество, здесь мы торгуем со своими соседями и, значит, наоборот, бьет по нашей экономике, если мы от этого отказываемся. Но, значит, тут наступает очень тонкий момент, что у нас будет меняться скоро посол в Соединенных Штатах в Латвии, значит, сейчас этого нового посла назначат администрации Трампа, у нас в партии центра был весной, прилетел на личном самолете один из советников Трампа, даже так, ну, правда, больше по христианской линии, но все-таки, значит, он нам рассказал много-много интересных вещей, значит, про американскую политику, про то, как она меняется, про внутриполитическую борьбу в Соединенных Штатах, там тоже не все сразу меняется, значит, но этот новый посол, я думаю, что попытается объяснить, значит, нашей национальной элите, что американская политика изменилась. Так что, значит, тут будет такой интересный момент. Потом, что еще интересно, что, ведь, посмотрите на эту неделю, у нас историческая неделя, у нас впервые за историю Латвии арестован генерал МВД, который отвечает за охрану границы, у нас впервые в истории Латвии, значит, КНАП позвал свидетелем президента, почти действующего, который только-только пару, ну, там, ну, несколько месяцев назад... он стал свидетелем, господин Вейнистер. И он получил официальный статус свидетеля, значит, это такая, имеется такая тонкость, значит, в латвийском законодательстве, если кто не знает, во-первых, статус очень быстро меняется, значит, во-вторых, тонкость в чем? Что свидетель обязан дать показания, то есть он не может отказаться. Если его сделать, условно говоря, обвиняемым... Или подозреваемым, он скажет, я против себя имею право не действовать. Он может иметь право молчать, и поэтому, значит, у нас следователи любят такой трюк, сначала пригласили свидетель, взяли обязательные показания, и потом уже, значит, поменяли статус, так что, значит, стать свидетелем, это очень нехороший сигнал. Ну, я надеюсь, конечно, что Вейонс никуда не замешан, скажем, но тем не менее, значит, получается, что, значит, если вот раньше арест генерала МВД, это у нас такого не было, это было просто немыслимо, то сейчас получается, что, смотрите, значит, вот только что какие-то иностранные силы решили, что у нас банки нехорошие. То есть, ну, с банком разобрались уже там. Ну, практически все, да. Мы видим, что АБ банки, значит, нам вот эти внешние силы сказали, что у вас там 1 миллиард нехороших денег, 1 миллиард. Это уже пахнет стрельбой, потому что, когда латвийское государство спасало Каргина и Красавицкого, значит, и пары X-банк владельцев, то есть, они, латвийское государство заплатило там больше миллиарда за них, чтобы их не убили. А сейчас, значит, опять миллиард у нас застрял, значит, и владельцы будут очень недовольны. Это прогнозируемо. Значит, ну, ладно, смотрим, значит, с банком они разобрались, значит, сейчас идет дальше. Где кормилась латвийская элита до сих пор, эта вся верхушка, она кормилась на строительных вот этих подрядах, заказах, значит, откатах от всей этой индустрии. Да. И тут опять, значит, как у нас усилилось это внешнее управление, значит, пришли иностранцы на ведущие государственные должности, так по местной элите ударили вот по ее самой, значит, такой сокровенной кормушке, значит, по строительным заказам, там, где осваивались евро деньги, там, где, значит, они раздавали государственный бюджет, значит, строили там национальные библиотеки, всякие там райл-балтики, значит, сумасшедшие, миллионные, значит, никому особо не нужные, значит, заказы, но если нужны они были, то слава богу, значит, но было очень много, значит, таких, которые потом станут и уже стали для нас очень затратными, то есть, вот этот самый замок света, национальный библиотек, значит, Да. Теперь только одно мытье фасадов уже не в состоянии больше поднять государство. Да, уже, значит, через пару лет там решили, да, что уже мыть все это не будем, а это еще надо отапливать, кстати, ну, так что, следующая шага, значит, отапливать тоже не все будут, ну, и так далее, да. Я думаю, да, частично, да, сэкономим, да. Ну, в общем, значит, объект был построен крайне затратный, был снесен памятник архитектуры, чтобы это сделать, кстати, это был даже ущерб, значит, историческом наследии от этого бизнеса времен Штейла, значит, и вот этого олигарха, тогда, где у нас строился Золотой Южный мост, вот это классический пример освоения, там десятки миллионов улетали, значит, в неизвестном направлении, ну, сейчас вот эту лавочку тоже прикрывают, значит, иностранцы, то есть, сказали, что вот, нет, значит, вы должны платить проценты, у вас в бюджете должны быть деньги, местная элита их не должна трогать, потому что надо платить проценты по кредиту, значит, вы должны быть в состоянии выплачивать, так что, ну, и потом они пойдут дальше, значит, то есть, местная элита очень сильно, резко отодвигается от кормушки, от ресурсов, и, значит, она просчиталась, то есть, те, кто вот на этих арабских условиях вступали в Европейский Союз, вступали в НАТО, значит, они просчитались, то есть, значит, им за это спасибо не сказали, значит, их просто пришли иностранцы, их отодвинуть, то есть, значит, пришли американцы на банковский рынок, значит, и местные банки, Все, значит, затрещали по швам. То есть, значит, и так далее. Ну, Citadel – это американский капитал, значит, остальных уже просят выход, как мы видим. Очень сильно. Да, вот с другой стороны тоже мы наблюдаем очень интересную картину, да, вот упомянули по поводу банков. Ну, вот ПНБ-банк – последний пример, еще компенсации по-прежнему выплачивается. Под контролем находился уже больше не этот банк, не ФКТК, то есть не латвийский регулятор, а европейский центральный банк во Франкфурте, которая присутствовала в заседаниях советов и правлений ПНБ-банка, решали кредитные вопросы. И вдруг они обнаружили, что, оказывается, банк нужно срочно закрывать и оставлять пенсионеров. Вот они больше недели сидели без денег, потом в очереди убивались, но это что-то же ненормальное. Кто за это вообще отвечает? Ну, во-первых, у нас все-таки имеется центральный банк. Председатель центрального банка, который за это и отвечает, значит, Римшевец. Ну, он, как мы видим, фигура очень сейчас уже такая компрометированная. И я думаю, тут есть составляющая его конфликта с вот этим закрытым банком. Но также, значит, тут интересный момент, что латвийское государство не смогло, значит, отстоять вот эту меру пресечения по отношению к нему по поводу, значит, обвинения в коррупции, значит, запрет занимать вот эту должность. То есть он подал в Европейский суд, где тогда сидел президент, в том числе, значит, действовал президент, вот теперешний ловец. И вот этот Европейский суд восстановил его на должность на какое-то время, пока, значит, парламент его поменяет уже там, когда срок истечет. То есть это, я думаю, вот по всей банковской сфере, значит, номер один человек, который за нее десятилетиями отвечал, это Ремшевец, и, значит, с него и спрос. И при том, значит, по мере ухудшения экономической ситуации у нас в следующем году, я думаю, что спрос с этой национальной элиты будет нарастать, потому что население все труднее будет, и, соответственно, значит, недовольство будет возрастать, и, значит, у вот этой национальной элиты будет возникать проблема не только с иностранцами, которые ее отодвигают, но и с местным населением, которые помнят, что все-таки это делал Штейл, значит, это делал Ленбергс, это делал еще кто-то, вот скажем. У нас же есть, допустим, такая тема, которую тоже Каренч не решает, Лавиц тоже не решает, более того, он даже принимал законы, будучи министром юстиции, он принимал законы о приватизации и донационализации. Мы по-прежнему разгребаем последствия всех этих законов. И сейчас, значит, что происходит? У нас готовится новый закон об аренде. Он сейчас активно разрабатывается под комиссией Сейма. Да, министерство экономики прислало его, и вот сейчас разрабатывается. Его двигают через Сейм очень успешно, значит, и там предусмотрена такая тонкая мера, значит, вот в преддверии кризиса, когда у многих людей возникнут проблемы заплатить за квартиру, этот новый закон об аренде предусматривает, что, значит, если человек не заплатил два месяца, его можно выселять без суда. Без суда, значит, и как вы думаете, опять кто это продвигает, значит, кто руководит комиссией? Социал-демократы? Согласен, значит, это Лочмил Лунёва. Кто бы ожидал, да, что, значит, Лочмил, Регина Лочмил, значит, Лунёва, социал-демократ, будет продвигать, значит, законодательство не в интересах арендаторов, а в интересах, ну, скажем, крупного капитала или хотя бы среднего. То есть она председатель этой подкомиссии САИМа. Значит, у меня есть записи, я слушал, значит, её выступление, значит, и был крайне удивлён, что социал-демократы вот так делают. Но, значит, так или иначе, значит, это сейчас уже будет очень серьёзным ударом по тем людям, которые снимают квартиры, и опять у этого будут те же самые и демографические, и экономические последствия у нас. Притом, значит, денационализации не решили, значит, вопрос компенсации не решён, хотя тогда, когда Левиц сделал этот закон, надо отдать всё-таки ему должное, в этом тогда вот законодательство, которое тоже не выполнено. С 91-го года законодательство денационализации предусматривало не только возврат этих домов и так далее, но и компенсации тем, кого выселяют. Но вот как-то руки не дошли с 91-го года, ни у кого. Значит, и пострадало от этого примерно 100 тысяч человек, которые прекрасно это помнят, и очень любят за это латвийское государство, и своим детям, и внукам рассказывают, как их, значит, заставили арендовать их иногда и собственную квартиру, которую они не имели права приватизировать, и которые, значит, как ходят слухи, значит, примерно 50% этой денационализации произошло по фальшивым документам, потому что коррупцию у нас в стране никто не отменял. Она была и в ранних 90-х, когда шла до национализации, значит, и схема была такая, что, значит, были юридические конторы, которые находили мнимого наследника, там, 100-летнего, которого, значит, наши гуманные латвийские суды признавали настоящим, если вообще такой вопрос возникал, ну, за скромное, наверное, вознаграждение, как это бывает. И потом, значит, он получил какое-то здание там в старом городе, там, или там на улице Антония, с тихом центром, и продавал сразу за 100 тысяч, там, за скромное вознаграждение следующим какому-то, который уже абсолютно чист перед законом, то есть даже если это тот был не настоящий иностранец, но, тем не менее, тот, который у него купил за 100 тысяч, там, домовладение, которое сейчас стоит, там, десятка миллионов, он уже к нему претензий быть не может по нашему законодательству, то есть он чист, значит, и вот таким образом людей выселили, значит, то есть государство дало украсть половину старой Риги, значит, об этом уже вообще идет полное молчание, значит, пострадавшим компенсации государство решило не выплачивать, потому что денег нет, значит, деньги есть на металлолом, который купили там танки какие-то, на это есть сотни миллионов, а на людей нет, ну, и так и живем. Вот по поводу людей, вот вы в самом начале упомянули о президенте и премьер-министре, вот сегодня как раз президент, недавно избранный господин Левиц выступал перед Сеймом, поскольку вот начинается сессия осенняя, и о чем только не звучали вот его слова, и о том, что надо увеличить финансирование партии, о том, что надо помочь общественному телевидению и радио, может быть, это так и есть, я не спорю, но не было сказано ни слова о зарплатах учителей, медиков, да, вот в чем это связано? Не хочет господин Левиц заниматься вот социальными вопросами, обсуждением? Нам сигнал о рекламной паузе? Я правильно понял сигнал? Да, я думаю, что мы сейчас приверемся ненадолго на рекламу и потом вернемся, как раз ответим на этот вопрос. Да, Нован Горсович у нас в студии, остается вот всего у нас одна минута, вот как это понять, вот такое поведение президента? Суть в том, значит, что, о чем говорят и доктора наук на неделе и так далее, это очевидно, что в Латвии очень высока несправедливость и неравенство. Социальное, да, вот это рассвоение, да. Да, и вот это выступление президента не дало никакого сигнала, как он собирается решать эту проблему, как и ничего не было сказано про демографию, про целый ряд серьезных и социальных и так далее проблем. То есть его выступление я бы назвал ритуальным. То есть формально оно было, это был не скандал, но ничего нам не сказало о улучшении нашей жизни. К сожалению. Ну, Аман Горсович у нас был в студии, и большое спасибо.